Здравствуйте, друзья! 14 часов 3 минуты в Москве. Абсолютно правильно! 14 часов 3 минуты, лучшие в стране. И посмотрите, кто у нас в студии. Юлия Егорова. Так точно, Роман Шахов остался на своем месте. И к нам пришел наш долгожданный гость. Режиссер, актер, заслуженный артист Российской Федерации, основатель и художественный руководитель Московского детского музыкального театра юного актера Александр Федоров. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, начнем, наверное, с главного информационного повода, говорят таким сухим языком, этой осени. У вас премьера 1 октября. Пеппи Длинный Чулок возвращается на сцену. Да, это такая своеобразная премьера. После долгого перерыва летнего и немножко даже весеннего на сцену возвращается спектакль Пеппи Длинный Чулок. И возвращается он не просто так, а с очень хорошим событием, с таким шлейфом. Колитесь, Александр. Ну, дело в том, что буквально дней, наверное, 8 тому назад 9 группы педагогов театра, создателей этого спектакля, и мне лично, мэром Москвы, была вручена премия мэра Москвы, или ее еще называют премия города Москвы. Именно за создание спектакля Пеппи Длинный Чулок. Мы стали лучшим детским спектаклем прошлого сезона. Браво! Поздравляю вас! Спасибо, спасибо. Как вам кажется, в чем успех вашего спектакля? Почему вы лучшие? Можете сами себя сейчас похвалить и как-то объяснить ситуацию? Да. Я скажу, во-первых, ну, конечно, во-первых, это авторы. Это Астрид Лингрен, во-первых. В первую очередь? Вот. Ну, в такую же, в не менее первую очередь, это Владимир Дашкевич. Гениальный Дашкевич. С гениальными мелодиями. Потрясающий Юлий Ким. И очень неплохие наши ребята. Ну, я там тоже как-то... Хороший режиссер. Потрясающий режиссер. Мы сделали такую штуку. Вообще, это у нас в театре такой принцип, чтобы спектакль был интересен и детям, и взрослым. Чтобы не было такого, что вот дети сидят, а родители рядом. Господи, когда же это кончится? То есть деления не бывает. Всегда спектакль вот такой семью. Это интересно всем должно быть. И мы всегда в спектаклях, каким бы он ни был, прям совсем-совсем детским, все равно, ну, как говорят, сказка ложная, в ней намек. Вот мы и в спектакле «Пэппи Длинный Челок» тоже сделали небольшое даже отступление по сценарию. Юлия Черсаныча нам сказал, Ким, сказал, ладно, ребят, хорошо. Когда он посмотрел, сказал, Саша, это правильно. Мы даже сделали некое изменение в конце спектакля, когда наша главная героиня, когда ей никто не верит. Не верит, что мама на звезде живет, не верит, что папа король на Негритянском острове. И она говорит, что раз вы мне никто не верите, ну, хорошо, я превращаюсь в обыкновенного, и она превращается в обыкновенного жителя города. И когда приходит папа, она говорит, тебя нет. Раз никто не верит, значит, тебя нет. Как так? И только финальная мелодия, когда папа начинает в тишине ей петь свою финальную песню, вот она ставит все точки на «и». Поэтому такая грустная немножко, чуть-чуть грустная финал, который потом будет, да, философский финал. Причем всегда в конце, когда Пеппи поворачивается сначала к жителям города и говорит, вы мне не верите? Все молчат. Она поворачивается к залу и говорит, мне никто не верит. В зале обязательно несколько маленьких детей. Я тебе верю, я тебе... Очень смешно, но, в общем... Это очень искренне, конечно. Да, очень искренне. Поэтому, наверное, спектакль интересен и взрослым, и детям. Вот. Он такой масштабный. Это самый населенный спектакль нашего театра. Декорация, костюмы. Декорация большая. Мы не играем его на нашей площадке. А играем где? Играем... Ну вот 1 октября у нас будет два спектакля. В час и в пять дня. Это воскресенье. В театре русская песня Надежды Бабкина. Это тысячный зал. Олимпийский проспект, да. Вот мы в таких залах больших играем этот спектакль. Потому что там большие декорации. Там 60 с лишним человек актеров. Это такой вот самый... Это общий спектакль театра, в котором играют все возрастные группы театра. Вопрос пришел из пространства, Александр. Билеты еще есть? Ну и что, да. Есть, да. В интернете можно посмотреть. В интернете смотреть. Ну, может быть, вам уже доложили, что все, все, билетов нет. Нет, нет, нет. Еще пока билетики нет. Еще пока есть. А сколько лет вашей Пеппе? Ой, вы знаете, так смешно. Вот сейчас будет играть самая первая Пеппи. А сколько их всего? Ну, вообще, сейчас мы готовим новых Пеппи. Вот это такая старая Пеппи. Ей вот недавно исполнилось 16 лет. Правда, она очень молодо выглядит. Она такая прям девочка-девочка. Да, я, кстати, я с ней встретился. И говорю, надо, Ирка, нам с тобой увидеться. Потому что думаю, какая она придет после лета. Она мне пишет, Александр Львович, я не изменилась. Вообще не изменилась. Я обещаю. И она пришла, действительно, такие же глаза, такие же косички, такая же. Поэтому, ну, знаете, когда она... А так поправилась бы, да? И не была бы уже Пеппи. Да, ну, она там, она у нас уже большая звезда, она снимается в телевидении. Нет, она ведет передачу «Ревизорра». «Ревизорра дети» и просто «Ревизорра с летучей». Они как бы вместе. Вот она говорит, там я другая, я там такая суровая, строгая. А вообще я не изменилась. Очень испугалась, что будет другой человек. Они, конечно, боятся расставаться с такой ролью. Но я посмотрел, она такая же девочка, как и была. А вообще так же, как и во взрослом театре, да? У вас несколько составов. Конечно, да, конечно. И сейчас, несмотря на то, что Ира хочет оставаться Пеппи, все равно должна быть смена. И уже точат зубы мелкие Пеппи разные всякие. Так, конечно, интересно, как проходят кастинги на роли вот в детском театре. Как вы это решаете? У нас открытый кастинг. Я думаю, что слез там у вас вообще море. Как это происходит, да? Открытый кастинг. А вы знаете, это происходит открыто. С родителями? Нет, с детьми. Родители остаются там за закрытой. Мы сажаем детей. Так. И претенденты на роль выходят, поют, читают. А вы как приемная комиссия, да? А мы сидим, и вы знаете, я скажу, всегда, ну, там, ребята хорошо приветствуют, приветствуют, но бывает, что это аплодисменты. И вот тогда это понятно. Без вариантов. И все без вариантов. Это главный претендент на такую-то, такую-то роль. Это действительно бывает вот именно так. То есть когда нутро отзывается у человека. Да. Когда вдруг вот ребята чувствуют. Я говорю, вот это самый главный кастинг, потому что это твои партнеры. То есть все-таки зависит от ребят, от, не всегда вот решения главного режиссера, да? Ну, я, конечно, я, конечно, тоже что-то решаю, потому что все-таки мне видно. Но повлиять на ваше решение ваши маленькие подопечные могут. Могут, могут. А это круто. Дорогие друзья, как оказаться в этом волшебном мире театра, мы Александра Федорова расспросим чуть позже. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна ФМ», потому что, ну, я понимаю, что многие сейчас смотрят, слушают «Страна ФМ» и говорят, где эта волшебная страна, как туда попасть. А ведь сюда же может перейти простой человек, да? Да, конечно. И вот как это сделать, об этом мы это расспросим. Внимание, родители, да, через несколько минут. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна ФМ». Дорогие друзья, Александр Федоров у нас сегодня в гостях. Режиссер, педагог и человек, который делает очень много для развития детского театра в нашей стране. Да, человек, который основал, и вот уже сколько, получается, 28 лет руководит Московским детским музыкальным театром юного актера. Александр, мы с вами остановились на родителях, и вот тоже за кадром, как говорится, обсуждали таких родителей, которые относятся к ребенку как к проекту, если так можно сказать, и немножечко неправильно воспринимают детский путь развития. Как неправильно и как правильно, вот научиться. Ну, вы знаете, как правильно, конечно, знают сами родители, потому что ребенок индивидуален, это понятно. Какие ошибки они делают? Ну, мне кажется, что все-таки вот сейчас, он телевидение, радио, большое количество проектов. Даже, вот знаете, так слово «проект». Не спектакль, а проект. Круто ты попал. Да, ты круто, ты попал на ТВ. Детский голос, битвы талантов, битвы суперталантов, ты супер, ты супер, супер. В общем, силовые виды искусства. Да. Телевидение преследует свои очень конкретные цели. Сделать программу, рейтинг зрителей и приглашает туда ребенка, делается упор на очень быстрый конкретный результат. Быстрый. Угу. Все для этого делается. Ну, на 5 эфиров, все, на 6-ой ты звезда. Все, ты уже, ты, и тебе говорят, ты звезда, ты звезда. Но заканчивается этот проект, начинается другой, ты никому не нужен. А ребенок, ребенок не очень понимает. Поверил уже. Как? Я же звезда, почему же мне никто не хлопает? Почему же дальше? Меня должны дальше звать, звать, а его никто не зовет. Мало того, ну, может, тебя позовут, может, еще куда позовут. Потом ты вдруг, тебе метр 55, метр 60, потом тебе вдруг метр 78, у тебя, так сказать, всякие подростковые моменты, странные. И голосок твой. Длинные руки, длинные ноги, как Райкин говорит, руки как ноги, ноги как грабли, да. Вот. И ты уже никому не интересен. Ты интересен, когда ты маленький, живенький, замечательный. А ребенок привык к этому? Как? И вот его, а он никому не нужен. Его выбрасывают. Ну, сколько подобных историй с звездочками. Да. И я могу сказать, что часто, ай, сори, я извиняюсь сразу перед родителями, но у меня такое есть ощущение. Я сам папа, я уже дедушка. Родители часто реализуют какие-то собственные, не реализованные амбиции через детей. И часто это бывает битва не талантов, а битва родителей за детей. Поэтому вот это вот стрёмное. Почему мой ребенок не играет главную роль? Александр Львович, главную роль. Да почему же он должен главную роль? Принцип нашего театра, самый главный принцип, который мы исповедуем в нашем театре вот сейчас, не навреди. Ребенок очень тонкая структура, душевная, духовная. Сначала массовка или нет такого правила? Ты должен научиться ходить по сцене, а потом ты будешь по ней ходить. Потому что ты сначала должен пройти школу. Я могу сказать, у нас масса выпускников, известные актеры. Давайте скажем, что у вас не только театр, но и те студии еще при театре. Вот сейчас это интересная такая штука, что мы сделали в театре студию. Это студия, в которой ребята получают профессию. Да, получают профессию, они знакомятся с основами актерского мастерства, пластики, сценических движений. Это все школьники. А те, кто себя хорошо зарекомендовал, переходят в другую часть студии, в более профессиональную часть, которую мы, как в кавычках назвали, труппа. И уже вот эти ребята играют в спектаклях. Они работают, они играют в спектакли, на сценах. И есть даже обратный переход. Когда мы видим, что ребенок не очень справляется, может, мы ошиблись. Мы предлагаем, хотя это, конечно, очень тяжело. Я не верю, Александр, что вы ошибаетесь с таким опытом. Ну, бывает, что и ошибаемся. Просто иногда ребенок вырастает, что-то исчезает. И чтобы его не мучить, мы говорим, ну, давай, может быть, на время, может быть, туда. Но в основном идет поток, приток из студии. Когда вот мы видим, что ребенок там за полгода, педагоги приходят и говорят, Львович, потрясающий, девчонка ли потрясающий, давай его в репертуар, давай ее в репертуар. Мы отсматриваем, вот здесь уже собирается комиссия театральная. Все по-взрослому, слушайте, с ума сойти. Как показаться родителям, скорее всего? Очень просто. Надо позвонить в театр. У нас всегда телефоны открыты. И записаться на прослушивание. Но начинается все с обучения, естественно, правильно, студия? То просто так запрыгнуть в ваш театр? Нет, нет, нет. Просто потому что очень талантливый ребенок. Нет, если очень талантливый ребенок, все равно он пройдет какой-то момент обучения, а потом мы предложим или не предложим быть в театре. Много ли времени у маленького, юного актера занимает вот такая профессиональная театральная деятельность? Я думаю, все время. А школа? Ну, школа, конечно. Школа, конечно. Хотя все они, ребята, очень успешные. Вы знаете, вот театр, наверное, основная заслуга театра, где играют дети, и нашего театра. Мы воспитываем успешных людей. Лидеров. Я вот думаю, что вот это постоянное умение общаться. Общаться со взрослыми людьми. Решать конфликты какие-то, да? Решать задачи, которые тебе ставит режиссер. Публичные выступления. Конечно. Это делает ребенка свободнее, раскованной. И я скажу, у меня есть одна моя выпускница, самая-самая первая, Томочка Москулия, она доктор, врач. А она говорит, товарищ Александрович, знаете, как такая странная ситуация? Я вот вхожу, она мне говорила, когда я вхожу в палату, да, где я как будто актриса, я как будто на сцене. Они мои зрители. Я должна каждому что-то хорошее дать. Это вот такой, знаете, заряд, который с детства... На пасхолочку записывается. Ну, а то есть человек совсем по-другому несет себя в миру. Конечно, конечно. Это, наверное, тоже одна из задач театра. Сделать ребенка пшительным. И что самое, и что, в общем, тоже очень важно. Сейчас дети, я у себя в домике. Вот мой самый большой друг, компьютер, гаджет, все. Я смеюсь, когда читаю. Я не смеюсь, когда слышу от друга. Я не плачу, когда мне говорят глаза. Я смеюсь, плачу, когда я читаю. Это вот в этом есть. А у нас как театр искусства общения. Надо общаться, надо уметь общаться, говорить. Друзья, да. Детский музыкальный театр юного актера. Зайдите на сайт, там есть все подробности, все координаты. Напишите, приходите, прослушивайтесь. И добро пожаловать в мир без гаджетов. Для родителей это важно. Ой, да с гаджетами, с гаджетами. Это все тоже так. Начало репетиции. Сдать телефоны. Сюда планшет. И бросает горка такая, планшет у телефонов. Кстати, я могу сказать, что когда мы были в Якутии, у нас было много связано. 15 лет, кстати, филиал у вас в этом году, да? Да, вот когда мы только начинали в Якутии, да и вот недавно ездили педагоги, там совершенно другая ситуация. Так, сложить гаджеты. Тишина. Два телефона. Вот это мир, я понимаю. Там дети открытые. Это, конечно, не Москва. Ром, давай своих детей в Якутию отправим. Пока нет, пока повременим. Друзья, у нас сейчас самое время. Послушайте очередное музыкальное произведение в эфире «Страна ФМ». Ну, а потом мы вернемся к разговорам о театре и людях театра. Дорогие друзья, мы продолжаем общаться с Александром Федоровым. И мы говорим сегодня о театре, о взрослом театре, о театре детском. Ну, вообще об этом явлении. О хороших родителях, а не очень хороших. Все родители хорошие. Все дети талантливые, все родители хорошие. Родители тех, кто приводит детей в театр, родители хорошие. Александр, давайте похвастаемся, ведь в лучшем спектакле прошлого года «Пепидлиной чулок», который вы придумали, воплотили, принимает участие президентский... Президентский оркестр. Оркестр. На минуточку, да. И я так понимаю, что это не какая-то разовая акция, что они частенько с вами. Ну, мы вообще партнеры. У нас есть большие партнеры у театра. Именно не просто друзья, и друзья, и партнеры. Ну, вот один из таких партнеров – это президентский оркестр. Мы вместе с ним проводим регулярные концерты в Светландском зале Дома музыки. Это концерты, называются «Звуки мюзикла» на сцене театра актера и президентский оркестр. Круто. Вот. Мы проводим там же, в том же зале, концерты к разным нашим интересным датам, там 9 мая. Мы ездим на гастроли с президентским оркестром. Вам даже удается их с собой взять. Нет, они пока нас с собой берут. Мы очень хотим их взять, но они очень заняты, поэтому нам приходится к ним подстраиваться. Они говорят, вот у нас сейчас там гастроли. Например, были гастроли на Алтай, Алтайский край. И туда поехало 10 наших ребят с педагогами и давали концерты вместе с президентским оркестром. А что за концерты? Это номера какие-то, песни вокальные? Да, это песни. Ну вот на Алтай ездила программа военных песен и ретро-песен. Мы работаем с ними. Вот концерты «Звуки мюзиклов». Это разные, это номера и из наших мюзиклов, и вообще из мировых мюзиклов, в которых играют дети. Какой вы молодец. То есть вы, получается, адаптируете ваши программы, да, делаете их компактными для гастролей, чтобы не вести полный гигантский спектакль? Ну, конечно, да, потому что там сложно вывести, например, там «Пеппи длинный чулок» практически невозможно. Но мы выезжаем и со спектаклями. Кстати, еще один наш партнер замечательный – это компания «Стейдж Интертеймент». А компания, которая выпускает сейчас самые лучшие московские мюзиклы. Сейчас «Привидение» будет, да, там, «Зор» и так далее. Вот в одном из таких спектаклей, ну, вообще в каждом спектакле, где есть дети, «Золушки», где есть маленькие зверята, это наши ребята. У нас договор с компанией «Стейдж Интертеймент», что это обязательно наши дети. По-любому от вас. А самый, конечно, наш был такой вот замечательный, скажу, проект, да, спектакль – это «Звуки музыки», где семь детей, Трамп, поющая семья Трампа, это были наши дети. Причем их было не просто семь человек, их было 35 человек, потому что это ежедневные спектакли. Это была такая очень интересная кухня. Коля Убаскова привлекаетесь с вами выступать? Конечно, конечно. Выдающийся выпускник. Вы знаете, Колька – замечательный парень, он вот, он остался таким же, как и был. Я ему как-то сказал, я говорю, Коль, ты знаешь, я посмотрел там, ну, вот, какой-то концерт в Кремле, например, да, и мы выступаем, там, мы участвуем, и разные актеры там, ну, у них у всех в гримерочке там отдельно все, и вот везде написаны их фамилии, и стоят там дети из разных других коллективов, вот там одна певица, не будем называть фамилии, одна певица идет, дети там, здравствуйте, автограф, да, другой певец, очень известный, только не надо, я мне некогда, раз пошел. И вдруг они говорят, смотри, смотри, Басков, сейчас Басков придет. И Коля, шуба нараспашку, все, Коля, он, давайте сюда ко мне, давай ко мне, сейчас я приду, ребята, сбрасывает эту шубу, выходит, ему же, говорит, Николай Викторович, вам надо, да подождите, давайте, ребят, с тобой, с тобой, этого на руках, этого на руках, все вместе. То есть, я говорю, Коль, тебя любят дети, что-то в тебе есть, ты клоун, ты настоящий, нет. И это действительно очень верно, потому что клоун – это высочайшая профессия. Высать – это всегда секрет. Не будь клоуна в цирке, это было бы соревнование гимнастическое и какой-нибудь там… Но в нем удивительный микс, да, голоса и, как говорят, клоуна, актерство. Да, актерство, голоса, он всегда был такой. Кобаяни, конечно. Он всегда был такой, вот сколько он был, в 11 лет пришел, в 17 лет ушел. Все шутки, хохмы, какие-то забавные эпизоды, на газовом, все связано с Колей было. Поэтому, ну вот он, несмотря на свою безумную занятость, он никогда не отказывается принимать участие в каких-то проектах. Он никогда не отказывается взять и провести, например, кастинг на какой-то проект. А бывает и такое, вы его приглашаете. Вот у нас сейчас был зимой, значит, компания Disney, компания Stage Entertainment предложила мне быть режиссером такого большого спектакля новогоднего «Волшебное созвездие Disney» с симфоническим оркестром, это все. Они говорят, ну хорошо бы, если бы вот Коля провел кастинг детей. Ну, Колю, вы нам, Колю, да? Да, я бы звонил Коле. Коль на третий раз там, ой, я не могу, я тут не могу. Ну, пришел и полтора часа на сцене с ребятами прыгал, пел вместе с ними, что-то смеялся, отдавал им свои мобильные телефоны, чтобы всегда было очень смешно. Скажите, Александр Львович, как вас называют ваши ученики, а вы сразу разглядели, что Коля особенный, вообще вот приходит к вам малыш, например, самый ранний возраст, это какой? Ну, вы знаете, у нас сейчас есть совсем еще, ну, они не актеры, конечно, это наши дошколята, им по 4, по 5, по 6 лет, но они просто приходят утром с мамами своими два раза в неделю, там, по 2 часа. Это такой бэйби-театр, да? Да, а вообще начинают выходить на сцену, ну, с 8-9 лет. Ну, вот его видно сразу? Колю было видно сразу, он выскочил на сцену и сказал, маленький, я могу спеть как Пугачева, как Леонтьев, как Ротару. А я сейчас думаю, господи, прошло совсем немножко времени, и он с этими же, с Леонтьевым Ротару, с Пугачевой обнимается, а когда-то он, я могу спеть, вот как они, как они? Я говорю, хорошо, мальчик, спокойно, как тебя зовут? Коля, Коля, и Коля, вот Коля такой был всегда заряженный. Он был самый маленький в группе, самый младший, ему и тычки доставались, и пинки, но он был очень солнечный пацан. Но он получил явно от вас прививку от звездной болезни на всю жизнь, да? То есть, все, нет у него такого понятия. Вы знаете, у него, наверное, все-таки нет понятия звездной болезни, когда он общается с людьми вокруг. Сколько я видел его, он никогда не отказывается, не сфотографировался, не посмеяться. Он помогает людям. Я обещал не говорить, ну, я раз обещал, я не говорю, но он помогает реально многим людям. Реально помогает. И не пишет об этом. Не словом помогает. За что им большущие спасибо. Не словом помогает, а помогает действиями, различными действиями. Он помогает, и никогда об этом не говорит. Хочешь сказать, Коля Басков, ты мужик. Молодец. Спасибо, Александр Львович, за тебя. Воспитанник Александра Федорова. Приходите. Я хочу сказать, ребят, что вот, например, 4 дня назад, на юбилее одной московской больницы, мы тоже выступали, давали концерт небольшой, и я попросил другую свою выпускницу. Вот кого? Давайте мы поговорим об этом сразу после песни. Да, осталось несколько минут. Дождитесь, смотрите, слушайте Страну ФМ. Алина Чага прямо сейчас. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Мы сегодня с улыбкой, удовольствием и обожанием смотрим на Александра Федорова и пытаемся понять, ну как вот можно быть таким замечательным человеком. Режиссер, педагог, заслуженный артист России. Да, руководитель Московского детского музыкального театра, юного актера. И мы сейчас до песни говорили про Колю Баскова. Вот выражал Александр Львович всяческие ему благодарности и уважуху. Но есть еще человек, да. Да их много, много, много. Но вот мы как раз закончили. Кто еще приходит по первому зову? Да, не все приходят. Ну вот, например, там несколько дней назад пришла по первому зову Лера Ланская. Безусловно, свою катастрофическую занятость, она пришла и с нами в концерте, юбилей больницы. Она спела две песни, оделась и убежала играть Анну Каренину. Так что, и она же играет в наших спектаклях, в Оливере Твисте, она играет Нэнси. Поэтому успевает, как-то вот они успевают. И я очень рад, когда бывшие наши воспитанники, профессиональные актеры работают на нашей сцене. А вы собираетесь делать какие-то такие тусовки, вечера? Только на юбилей. Ну а в Оливере Твисте вы же тоже блистали, если я не буду ничего. Ну, когда-то, да, когда-то я сыграл порядка 350 спектаклей, потому что у нас много было гастролей и поездок и все. Мы вообще за 28 лет, мы побывали, ой, наверное, в 60 гастрольных поездках. Ничего себе, а этим летом вы в Китае были? Нет, нет, вот мы только что вернулись из Средней Азии. Это был Ташкент, Худжанд, Шимкент. А через 10 дней мы продолжаем гастрольную тоже тур. У нас впереди Кишинев и Тбилиси. И впереди у вас, Александр, похвастайтесь, расширение. Ну да, конечно, у нас впереди большая реконструкция нашего нового здания. В самом центре Москвы, на чистых прудах улицы Макаренко. Из трехэтажного здания у нас получается шестиэтажное здание с новым залом, с камерным залом. Даже с оркестровой ямой. То есть все вместе. В 89-м году могли бы вы представить? Нет, не мог бы представить. Хотя я верил всегда, что все будет. Главное верить. Если бы не верили, ничего бы этого не было. Но пока вы находитесь на старом месте... Мы и на Малой Дмитровке, и на Макаренко. Пока реконструкция не началась. Но как только она начнется, у нас уже есть адрес, куда мы временно переезжаем. Это большое красивое помещение. Поэтому пускай не волнуются родители, что мы на улице окажемся. Нет, мы не окажемся. Такая у вас движуха. Да, мы сильные. Ну а 1 октября вы на Олимпийском проспекте, 14. Да, мы на Олимпийском проспекте, в театре Надежды Бабкиной. Кстати, тоже наша хорошая знакомая. И когда-то мы с ней творчески очень работали вместе. Мы даем спектакль Пеппи Длинный Чулок в связи с присуждением спектаклю премии мэра Москвы. Как мы уже сказали, в 13.00 и в 17.00 к вам можно прийти. Я смотрю, так Рома задумался. Рома задумался. Вы знаете, мне кажется, что два спектакля мало. Александр, что-то надо делать. Ну, потом Пеппи будет продолжаться. А сколько всего сейчас спектаклей в репертуаре, если так в совокупности вы считаете? Всего спектаклей в репертуаре 7. На сайте есть информация. И у нас на выходе еще два спектакля. И, кстати, один из них будет тоже в сопровождении, скорее всего, президентского оркестра. Вот. А еще один спектакль «Баранкин будь человеком» нам делает... «Баранкин будь человеком»? Да. Да, это опера Ефрема Подгайца, а сценограф этого спектакля – знаменитый уже молодой художник Максим Абрезков. Главный художник Театра Вахтангова, кстати. Ваши альма-матер. Поэтому у нас очень все по-серьезному. Слушайте, ну прикольно. Знаете, вот есть у меня еще пару минут. Есть у тебя еще минуты, да. Я как мама мальчика, нам будет скоро 9 лет, и мы ходим в театральную студию, но не могу не воспользоваться служебным положением, не спросить. Вот все-таки, если ребенок, например, немножечко зажатый, но очень хочет, вот он имеет место быть в театре в его жизни? Конечно, конечно. Потому что, знаете, вот такой парадокс, казалось бы, ребенок зажатый, он там не нервничает, когда выходит к доске, но когда он приходит в театр, он другой человек. Они очень сильно меняются. Театр меняет ребенка категорически. И к нам приходили такие зажатые дети, которые практически я в домике. А потом этот домик открывался, и сейчас это абсолютно открытые люди, люди вот мира, счастливые, радостные. И поступают в театральные институты. И поступают и в театральные институты, и в другие институты, и становятся просто открытыми и замечательными людьми. В общем, даже дошкольников можно приводить. Ну, это, конечно, в идеале. Получается, если ты, в принципе, если ты ходишь, например, вот в подобное ваше заведение, то ты, ну сколько процентов, что поступишь в театральный институт? Ну, у нас большой процент поступления в театральный институт. Ну, кто хочет, тот добьется. И кто ищет, тот всегда найдет. Мы как... И кого найдет судьба? Вот смотри, у Александра образование было первое, не театральное. Да, техническое. Но театральная судьба все-таки сложилась. И всегда всем говорю, театр должен... Ты должен почувствовать, что ты без него не можешь жить. Тогда иди в него. Ну, кого-то театр ломает, а для кого-то становится всей жизнью. Ну, мы все-таки стараемся театром не ломать. Еще раз говорю, наш главный девиз не навредить. Потому что когда ты вырастаешь, очень сложно в театр попасть. Очень сложно в хороший театр попасть, тем более. Ну, мы стараемся делать так, чтобы жизнь наших детей была комфортной. У вас дети, внуки, как с ними, как с театром? Ну, сын учится во ВГИКе, как художник-постановщик. А дочка воспитывает ребенка. Она закончила ГИТИ с продюсерский факультет. Ну, сыну 22, той уже 34, а внуку 10. Так что... Занимается ли внук, вот стесняюсь спросить. Хочет пойти в театр. Хочет пойти. Ну, куда денется с таким дедушкой? Никуда не денется. А вот, кстати, у такого дедушки что-то кроме театра вообще в жизни есть, Александр Иванович? Да, есть еще в ГИК. Еще есть. Удивили, да, еще в ГИК. Еще в ГИК. Студенты. Есть Бродский, есть Пушкин, есть семья, есть любимая жена, есть собака, французский бульдог Фаина. Тоже она в жизни моей есть. Ну, а так, собственно говоря, так что кроме театра? Ну, у тебя жизнь моя, театр. Вся жизнь ваша. Я совсем недавно вдруг понял, я ехал из театра и понял, мне 56 лет, театр 28, я полжизни провел в этом подвале. Половину жизни. А с каким ощущением вы это подумали? Хорошим. Классно же. Будет ли какая-нибудь книга, Александр, вот об этом задумывались? На 30-летие должна быть. Будет. Конечно, не все говорят, надо писать. И мы он тоже это говорил. Начал, начал. Пишите. Начал. Спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня пришли. Удивительно интересный человек. От вас, правда, идет такая энергетика приятная. Очень. Спасибо. Я бы, знаете, сама пришла бы к вам в театр, но прослушивала и просилась. 1 октября, друзья, приходим на Пеппи Длинный чулок. Это будет мюзикл, замечательный, в 13 и в 17 часов. Вся информация есть в интернете. Ну и, конечно, если у вас будет свободное время в выходной, проведите ее в мире искусства. Спасибо вам большое. Спасибо. Александр Федоров сегодня был у нас в гостях. Мы с Романом Шаховым с вами прощаемся. Юлия Егорова. До новых встреч. Лучшее в стране.